Интрига должна же быть? Жесть, как сладко всё во рту, мне кажется, я вся слиплась уже внутри. Как ты решилась? Мыльный? С мылом, что ли? Мне кажется, она сейчас будет плеваться. Виталя сказал. Его обманули. Это Крым, братан. Это интересно, действительно ли фруктоза полезнее сахара. Справа. Привет, мои хорошие. А, извини. Я уже поимка. Ты забыла. Привет, мои хорошие, с вами Селена. И у меня в гостях Лена. Алена Русанова. Алена Русанова. Ну, для меня Лена. Бля, ну. Короче, вы помните, это моя подружка, которая была... Ну, я все дни рождения, хуй, бля. Моя одноклассница, да. И она начала вести канал. Сколько ей говорила, давай, Алена, давай, начинай. Как ты решилась? Я уже поняла, что мне надо срочно что-то делать. Что-то куда-то себя деть. Ну, да. Вот я вот решилась. Хотя я вот так жалею, что я раньше не решила. Да? Тебе нравится? Мне понравилось. Мне нравится. Чуть-чуть на тебя поверну. А то ты же в угол села такая, испугалась, да, на моем канале. Я что-то такая... Да я тут как бы... Можно я тут с крашками скажу? Да. Короче, сейчас мы в ходе все у тебя узнаем вообще, как и что. Но давай девочкам скажем, что мы тут вообще собрались. Лена, ну, лучше Виталий. Человек живет с мужчиной. С двумя детьми. Они ездили на соревнования с ребенком в Крым, да, и он набрал кучу вкусностей специально нам для видео. Часть вкусностей мы уже попробовали у Лены на канале, на ее канал будет ссылочка под видео. У нее даже есть уже всякие обзорчики она берет, но она, в общем, работает. Так как начинается человек, да, она еще делает первые шаги в этом поэтому... Не судите строго, вас так много, не судите строго, пожалуйста. Да, она старается, я ей, естественно, помогаю, но не все сразу. И вы можете как раз таки, если у кого-то даже есть идеи, там, блогерством и так далее, вот посмотрите. Человек начинает, пока ничего не понимает, где это. Ну, с опытной подругой. Я помогу, подскажу, как что. В общем, работаем над всем этим, поэтому заходите по ссылочке под видео. Смотрите, комментируйте, подписывайтесь обязательно. Она... Сейчас такое время, когда каждому подписчику просто... Вау, плюс один! Как раз, да? Когда у нас было 15 подписчиков, я не только устроилась. Ставлю, мне 15 подписчиков! Ю-ху! Ну вот, видишь, да, на самом деле это очень важно. Потом уже, конечно, ты сотнями начинаешь считать, но все равно. Каждый день я, например, радуюсь, и каждый день обновляю страницу свою, и всегда смотрю, радуюсь новым людям. Так что новым людям, которые сегодня пришли, и вчера, и позавчера, и... Привет! Мы сделали чай офигенский, вот, из... Хорошему человеку. Да, из... Хорошему человеку называется. Ой, тебя можно приближать. Да, мне нужно приближать. Чай нам очень понравился. Если кто-то увидит такой чай, берите, не пожалеете. Чай вкусный. А мы уже попробовали похлаву, просто охренительная похлава. Течет вот так прям, увидите прям на видео, Лен. Увидите, как вот так течет у меня, и вот с этой стороны течет у нее. И орехи такие. Попробовали пастилу. Отзыв тоже на канале у Лены будет. И попробовали чуху-чухеллу. И тоже отзыв там. А, еще охренительное варенье. Необычное. Идите, смотрите. Весело. Интрига должна же быть? Давай хребнем. Есть у тебя, кстати, ощущение, вот, ты сейчас вот понимаешь, сколько людей вот смотрят сейчас туда. На моем канале. Да, все, я замолчала. Да, испугалась сразу, да? Я-то и раньше молчала, а теперь так и подам. Давайте, знаете, с чего начнем? С чего? С розовой. Хаубы. Розовая халва. Харваты. Аж слава потеряла все, да? Розовая халва, представляете, ну, розовую я люблю, поэтому мы с розовой. Она с гранатом. Она выглядит как мраморная. В принципе, я халву люблю. Я халву не очень. Это семечки. Ты семечки любишь? Я знаю, но халву как-то не очень. А семечки любишь? А семечки... Тахин. Тахинная. С беленьким орехом на гранатовом соке. Все читают, все вокруг коробки, все прочитают. Я такая открываю, да и едим. Посмотрите, какая классная корочка. У меня кажется, ты просто... Я думала, там, так, на всю, это... Ты думала, там, ручная работа. Да не, нормально все, классно сделала. Смотрите, какой розовенький. О, розовая халвуинь. Свежая. Свежая пахнет. Ложка грязная будем ковырять. В чем грязная? Варенье. У нас не... Это не грязь. Это варенье. Ну, ковыряем. Видите, капает уже. Не товарищ. Дает джаза. Ой, просыпается, кроха. Сама пока попробую. Ты не брать? Завидую там тихонечко. Я пробую без тебя. Ну, сейчас я попробую, а потом ты попробуешь, и мы скажем, что там вкусно как. Попробуй, что-то мне расскажешь. С кусочками фруктов. Вкус так себе, на самом деле. С кусочками фруктов, оно с кислинкой, но что-то от классической халвы очень ушло куда-то. В другую сторону. Это, наверное, наоборот, как раз-таки классическая. А то, что сейчас продается, это уже... Думаешь? Думаешь? Может быть. Нет, тут просто фрукты намешаны. А что там в составе? С Леной будете знать. Ставь каждого продукта. Кунжутная паста, карамельная масса, ядро грецкого ореха, гранатовый сок, венообразующее вещество, мыльный или солодковый корень. Мыльный? С мылом, что ли? Давай скорее пробую халву. И скажи свое мнение. Вот мне она показалась немножко не халвистой. Не халвистой? Не такой халвистой, как обычно я привыкла. Ну, я думаю, что это из-за гранатового сок. Прям кислинка какая-то, да? Кислинка. Прям не чувствуется семечек, а чистуется именно кислинка. Из-за вот этой вот фигни, понимаете ли? Ну, вкусная, мне нравится такая. Да? Угу. Будет вкусно. Поедим. Большая семья, все поедите. Кстати, у Лены. Муж Виталик, я все им предлагаю, чтобы они вместе снимали видео. Да. Они очень гармонично смотрятся вместе. И муж такой необычный. Угу, да? Интересно. Необычный? Необычный. В плане... Ну, да, не заурядный такой-то. Ну, мне кажется, ему будет интересно как бы что-то рассказать, что-то сказать. Ну, то есть, есть что сказать. Не такой вот молчунь, знаешь, прям не заурядный. И Кирюша говорун. И Кирюша говорун. И Кирюша вообще говорун. Взрослый мальчик, да, двое детей. Кирюше 6, мы уже говорили на Ленном канале, но вот еще поговорим. 6,5, да? Это Кирюше лет. А малышке, которая недавно совсем родилась, 5 месяцев. Так, красавица, вся в Кирюше прям. Вообще, прям, сестра на брата похожа. Я говорю, не на Лену, не на мужа, а на брата. Я говорю, прям Кирилл. Маленький Кирилл. Ой, какая красивая, ля. Вот это, мне кажется, будет вкуснее. Как занюхать. Вау, смотрите, она как будто песок и грязь. Все вместе. Не, ну очень красивая. Почему как будто? А, занюхать. Вот это больше семечками пахнет. Ну, потому что здесь орех, 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 орех семечка. Это вообще должно быть вкусненько. Вкусненько. Вкусненько, да. Ну, че она такая твердая? Ммм, вкусненько. Что другое дело? Да? Не упало. Что упало, то пропало. Класс. Варенье, короче, необычное, смотрите. Там пробовали варенье, тоже необычное, а это еще необычное. Ой, как красиво смотрится вообще на камере, да? Да, это же, блин, новый, новый этот. Смотрите, короче. Срок годности успели, Оля? Да. Я проверила все, кстати. Все проверила. Весь. Так. И там, кстати, везде срок годности по 6 месяцев. Максимум, да. Дай ножку, пожалуйста. Опасный момент был. Это полегче открывается. Офигеть. Ну, покажем. Ааа. Прям куски травы. Сейчас выльется все. Ой. А у меня так было, Раджи, это, знаешь, что я с Фикс Прайса давно-давно тестировала какое-то мясо такое, показывала. Он такой. Ну, уже нужны нормальные ложки. Не грязные. Опа, я на сей слаженец, а у пески. Сыпи. Ну, давай, пойдем кинес. Да вот, у меня есть старая. Ну, не надо старая, но это для него. А. А куда ты пойдешь, подняешься? Я хотела по чистой ложке поднять. Да, влажная салфетка, она убирает все просто. Все грязь. Любого характера. Если на ложках вот этот чай, знаешь, остается на лед. И, ну, их тяжело отмыть. Вот влажными салфетками. Ну, по-моему, только именно бактериальными. Вот так вот просто вытираешь, и оно вот этот весь вообще... Кстати, Лена охренительная хозяйка. И у нее дома... Да-да-да. Да, блин, сколько уже, я пока к тебе захожу, сколько лайфхаков всяких. И она, кстати, в видео их и показывает. То она там почистит раковину как-то, то эту микроволновку чистила. Никогда я не знала, лайфхак прям реально что-то там делает. У нее уже есть такое видео, где она чистит там. Ну, давай. Готовит что-то вкусненькое. Вечно что-то необычное. Прям с травой? Не знаю. Как будто, знаешь, варенье разлилось на траву, его обратно. Мне кажется, это мед. Это мед? Это мед? Нет, как будто мед. Гена прям взяла ложку прям с кусочками всего этого. Мне кажется, она сейчас будет плеваться. Позвольте, сидите. Оно не такое, как орех, вот там кожура была. Вообще необычный вкус. Я разгрызла шишку какую-то елочную. Очень вкусная. Как вкусно. Но вот эти елки-палки. Ну их, наверное, надо вытащить. Они для красоты. Я понимаю, для красоты. Но так там, глянь, иголки елочные. Натрусили туда их. Иголки точно. Интересно, мыли прежде, чем туда натрусили? Или варили все вместе? Не факт. А ты не говорила, что тут в составе роза, можжевельник, ягоды, сосна, почки. Вот я ее разгрызла. Сахарный сироп. А, сосна, почки. Это сахарный сироп. Ничего полезного? Если это варят, конечно, все вместе. Тогда? Не просто сверху набросали для красоты, да? А если варят вместе? Ну, если елки эти не попадаются, то это вытаскивать не учили. Ну да. А так, да. Фито-витаминное варенье. Так что, если кто-то увидит, возьмите, попробуйте. Вкус необычный, на самом деле. И мне кажется, что фито, вот такое вот фито, да? Оно где-то, может, и продается у нас в магазинах фито. Ой! Ой! Пузо наели. Да, Крым написано. Вот это сначала штука, а сахарахат лакума? Попозже. Чисто ягодки на натуральном соке. Мармелад без сахара написано. Как раз сейчас. Ягодень. Слишком сладко все. Ягодень называется. Ягодень. Виталя сказал. Что он сказал? Что его обманули. Его обманули. А мы не говорили это? Он пошел покупать. Мы говорили это в твоем видео. Он пошел покупать. А ему сказали, это Крым, братан. Ну он уточнил, это точно крымский продукт? Потому что он хотел привезти именно крымских сладостей. А он как настоящий жилет сказал, это точно Крым. Или я вернусь и не поздоровлюсь. Семьсот километров обратно привезу вам их. Это вот такое лицо возможно. Скажите, поменяйте, пожалуйста, вы мне не крымское дали. А там гусское. Ну короче, да, он сказал, меня обманули. И я вот. Слушай, три разных вкуса. Пахнет очень вкусно. Облепиха, брусниха и... Брусника. Я читаю вот так вот все. Это клево. И арония. Ты идеально читаешь. Это же не похоже на других, понимаете? Когда все читаешь правильно, это вот как-то... Самое главное, что здесь нету ни ем, никаких вот этих ничего. Вот, ну все. Никаких вот этого ничего. Все равно сладко. Блин. Сладко все. Ну здесь, наверное, на фруктозе. Да? Фиро и яблочная, фруктоза. Ну все, фруктоза это, да, сахар? Ну да, замените сахаром. Это интересно, действительно ли фруктоза полезнее сахара? Кто знает, скажите? Или заменитель сахара? Ну, не все заменители сахара полезнее сахаром. Я готовила настолько вредни, что лучше сахар есть. Химозный, да? Это же еще понятно, какие, блин, хорошие, или нет. Жесть, как сладко все во рту. Мне кажется, я вся слиплась уже внутри. Ну и что, рахат луком? Рахат луком я решила оставить на конец, потому что это реально будет конец. Конец моей попи, которая не слипнется. Мамочки, рахат луком. Какой красивый. Это просто палитра сладости. Слюна брыжет. И главное, все разное, понимаешь? Короче, нам надо на обум сейчас выбрать, что мы попробуем, потому что все мы не осилим. Кстати, мы в гостях у Лены. Дома я у нее нахожусь. Попросите как-нибудь ее снять рум-тур. Я знаю, что вы любите рум-тур. Кстати, девчонки, знаешь, как любят рум-тур? Я сама обожала смотреть рум-туры. И у Лены, кстати, у нее не огромная комната, то есть нормальная, хорошая комната. И очень все обустроено. Минимализм полный, как я люблю. При этом двое детей, представьте. И очень все организовано, клево. Я думаю, что вам будет интересно. Она пишет, что вы шансы, я бы еще все это хотела. Зайдете на ее канал, пишите ей под видео, что хотите рум-тур. Я думаю, она с удовольствием снимет для вас его. И покажет, что у нее где лежит. Где что-то запрятала, закопала. Ну и какую бы ты хотела попробовать? Какая у тебя в глаза бросается? У меня вот черная-коричневая бросается. Ты, блин, ты как я, повторю-ка. Давай их разрежем. Я не знала, что они тебе тоже. Я такая сразу на черная, потом с коричневой. У меня что-то не подной, конечно. Черная, кажется, посмотри, ну потому что необычная. Я такой не пробовала. Ну, черная, кажется, что она как будто с маком, а коричневая, кажется, что с шоколадной стружкой. Давай запробуем. Интересно. Сейчас Лена своим огромным тесаком разрежет. Это супер вкусняшка. Ты решила надеть на 10 частей? Такая... О, оно еще внутри. Я думаю, что это очень вкусняшка. Внутри с чем-то. Вау, смотрите, как красиво. С маком. С маком, а внутри просто беленькая, да? О, тебе так вкусно? Ммм. Мне так больно. Слушайте, но... Что-то в этом есть необычненькое, но... Ну, мак. Да, давай коричневый. Да, ладно. Коричневая выглядит вот так. Вкусная. Ой, какая чоколадная. И сверху, видите, посыпочка. Ммм. Я кофейные сладости вообще не люблю. Я люблю кофе. Вот чисто пить его. А вот кофейную еду и сладости я не люблю. Тортики кофе-ммм. Чё, попробуешь еще что-нибудь? Ох. Блин. Ой, мои ноги. Ну, чё ты их не сложила? Я не могу им пожевелить. Братан. Давай. Я тебя спрошу. Ой, какая коленка тресла. Слышишь, это старость неразь. Собрали две. Ты такая... Ох. Ох. Запей. Запей. Ты такая... Запей. Всё, что ты сказала, запей. Ну, и чё? Ну, и как тебе блогером? Уже у Лены на самом деле... Сколько ты, примерно, роликов уже сейчас на канале? Один. Как каждый ролик ждать? А время каждого ролика знаешь? После того, как ты меня спросила, у тебя уже роликов, наверное, 10, и я задумалась, а сколько у меня роликов. Я потом посчитала, и потом я вчера выложила еще один. Как вот, расскажи девочку, как тебе получается, нравится ли тебе сложности? Нравится мне нравится. Нравится? Что? На вопрос нравится, я отвечу, мне нравится. А, нравится тебе нравится? Да, нравится мне нравится. Я раньше у тебя даже в камеру вообще никогда не вспомнила. Меня не снимай. Да, я помню. Меня не показывали. Я не могла вот это вот. Раскрепощаешься больше, да? Да. Вот смотришь на себя и думаешь, блин, да, русский-то надо подтянуть. Потом пересматриваю видео. А потом смотрю и думаю, да надо было это сказать, надо было это сказать. Но уже переснимать нет времени, потому что тоже на это выделить же время надо. Когда там Кирилл в садике, когда Вика спит, быстренько снять, потом еще это когда-то надо смонтировать. Это же тоже все, это не так-то легко. Когда смотришь, думаешь, смотришь, блин, ну что, вот они все снимают, что я, что ли, не смогу? Ага, ага, ты попробуй. А вот смотри, у тебя двое детей, многие мамы молодые тоже думают, да вот начну снимать. А когда ты снимаешь? Когда ты снимаешь, когда у тебя малышка и двое детей, и еще двое? Нет, когда Кирилл в садике, потому что Кирилл тоже мне хоть, он и как бы уже можно сказать взрослым, не даст снимать. Он будет лезть в карту. Ну, кстати, с Кириллом тоже можно снимать. Прикольный пацан, такой вообще говертливый, он мог бы чуть-чуть подсказывать. Да, он лучше меня расскажет. Будешь показать фикс прайс, пусть выберет какую-нибудь часть покупок и расскажет тоже, зачем он их выбрал. Слушай, Кирилл, вот это что в моем пакете? Ты зачем это взяла? Объясни, вот как я должна объяснить эту покупку? Я бы ее не взяла. И Кирилл такой, ребята, я сейчас все расскажу. Да она красивая, она светится. Мне кажется, прикольно. Не, мы пробовали, он рассказывал про паука свою, да. Ладно, мои хорошие, что, немножечко познакомила вас с моей Ленуськой, будем работать, будем снимать видео. Кстати, сразу скажу, что очень хорошо было бы пройти, по ссылочке, которую я оставлю под видео. Очень хорошо. Нет, просто я к чему, что Лена думает сделать для вас конкурс. Конкурс будет проходить на моем канале. Каналы? На моем канале. Это я тоже еще? Да, но условием будет, одно из условий, это будет то, что подписаться на Лену, вот. Так что вы можете уже сразу подписаться, и практически ничего делать не надо будет, да. Мы пока думаем над подарком, да, мы думаем, что разыграть, да, для вас, для девочек. Такое, чтобы было, ну и у меня есть одна идея, я тебе так скажу. Да, так что, чтобы не потерять все это дело, да, вы на меня, естественно, подписывайтесь, если вы первый раз меня смотрите. А то, блин, конкурс мимо вас проплывет. Ну и, соответственно, к Лене заходите, поддержите ее обязательно, потому что начинающему блогеру всегда очень важно, каждый зритель, каждое мнение, каждый лайк, каждый просмотр очень важен. Поэтому поддержим, да? Давай, братуха, все хорошо будет. Ну вот, все, лайки сейчас на старых. Да, они тебя молодцы. Да. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Значит, еще видео. Да, я тоже. Ну все, мы прощаемся и целуем вас, да? До следующего видео. Пока-пока. Пока-пока. Ну что, я твои, пусть заходит. Да заходите уже. Всем привет. Всем привет. Виталь, помахай, скажи привет, мы тут о тебе говорили. Да, я думаю, что у Лены на канале познакомитесь поближе с этой семьей. Слушай, ну много вкусненького здесь было. Самое вкусное это, как ты скажи? Много гнусненького. Гнусненького. Самое вкусное, вот это вот мармеладки не из Крыма, да? Да. Ты будешь возвращать, кстати? Да? Ты будешь возвращать? Ну да, в Крым сейчас поедем. Субтитры сделал DimaTorzok